Нью-Йорк 1400 убитых, 199 в заложниках. Это граждане не только Израиля, а и 20 стран мира. Включая США, Россия, Украина. Ближний Восток очень близко. Это «Голос Америки». Проект «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Киднепт – значит похищенный. Кто стоит за листовками с фото израильских заложников Хамас? Комната гнева, терапия и бизнес. Как справиться с худшими эмоциями последнего времени? Кнышей и Бейглой. Музейная кулинария. Где найти редчайшие деликатесы ашкенадской кухни? «У нас не все в порядке». Эта фраза мэра Эрика Адамса стала рефреном последних двух недель в Нью-Йорке. Послушайте, это меньше минуты. Речь не политика, не чиновника, не израильтянина, не палестинца. Речь человека, просто нью-йоркца. Мы не в порядке. Мы не в порядке, когда мы видим девушек, которых вытаскивают из домов и тащат по улицам. Мы не в порядке, когда видим бабушек, избитых до смерти и выброшенных из дома, и детей, застреленных на глазах у семьи. Мы не в порядке, когда прямо здесь, в городе, есть те, кто празднует в то самое время, когда мы испытываем такое опустошение. Мы не в порядке, когда Хамас верит, что он борется за что-то такими разрушительными, отвратительными методами. И мы не в порядке, когда все еще остаются заложники, которые не вернулись домой своим семьям. Мы не в порядке. Лица израильских заложников Хамаса сейчас в Нью-Йорке повсюду. На перекрестках, на стенах домов, на деревьях, на столбах. Да что там, эти листовки А4 расклеены по всему миру, от Берлина до Буэнос-Айреса. Подобные объявления появились в Нью-Йорке после 11 сентября, когда семьи и родственники еще надеялись, что их любимые где-то в больнице у друзей или просто бродят по городу в шоке. Израильская уличная художница Нитсан Минц тоже надеется, что это не последние фотографии людей, которые она выпросила у родных похищенных, и что она еще увидит их живыми. Аня Неллисон встретилась с парой израильских художников, которые приехали в Нью-Йорк по образовательной программе и оказались здесь во время атак Хамас 7 октября. Они начали свою битву со злом вдалеке от дома. 7 октября, когда началась война, мы оказались в Нью-Йорке, и наш телефон разрывался. Здесь была ночь, но в Израиле было раннее утро, и первыми мне позвонили мои родители и сказали, что над ними летят ракеты, что они под обстрелом. Весь мой аккаунт в Фейсбук был полон сообщений родителей, ищущих своих детей после расстрела на фестивале, и людей, которые искали своих бабушек. Царил хаос, как будто люди повсюду искали друг друга, и никто ничего не знал, ни у кого не было ответов. А потом, спустя пару часов, мы поняли, что около 200 человек были похищены. Мы устроили мозговой штурм, потому что знали, что нам нужно что-то делать. Мы же не можем просто сидеть сложа руки. Мы связались с дизайнером из Израиля и втроем придумали партизанскую кампанию. Мы решили создать плакаты с лицами похищенных людей. Если повесить их на улице, вы сразу увидите слово «похищен», вы увидите фотографию. Поэтому прохожие могут подойти, прочитать о случившемся и понять, да, это произошло не здесь, что, возможно, это не ваш сосед, но кто-то за океаном, и вместе с ним были похищены еще около 200 человек. Очень важно, чтобы все поняли, что это реальные люди, и как много. Когда вы перелистываете все эти фотографии, или проходите мимо обклеенной ими стены, вы видите такое количество разных лиц, разных глаз, разных возрастов. Вы понимаете масштаб произошедшего. Совсем незнакомый человек, который в первый день печатал нам постеры в специальном магазинчике, он открыл файл для печати, увидел фото похищенных и был в шоке. Он сказал, я понимаю вас, понимаю, откуда вы, и то, что вы делаете. И он дал нам огромную скидку. Мы напечатали первые 2000 экземпляров, купили много клеющей ленты, и со всей этой кипой бумаги мы отправились на Манхэттен. И начали развешивать портреты на электросчетах, на стенах, на автобусных остановках, везде. А еще мы обратились к людям на улице с просьбой о помощи. Мы спросили их, не могли бы они взять с собой пару плакатов и клеющую ленту. Мы просили просто, пожалуйста, распространите эти плакаты повсюду. И люди отвечали, нет. И мы сказали себе, Израиль одинок, и никому никогда не будет на нас дела. И мы должны взять все в свои руки. У нас никого нет, дело только за нами. У нас много работы. Мы опубликовали с просьбой о помощи наши плакаты в социальных сетях, чтобы их можно было самостоятельно скачать где угодно. Если кто-то захочет помочь, сможет просто распечатать и повесить на улице. В общем, мы пошли спать в слезах, убитые одиночеством. На самом деле, я не оптимист. Я сказала, дяди, нас только двое. Это не сработает. А на следующее утро, когда мы проснулись, наши телефоны просто бомбардировали присланными фотографиями. Весь Манхэттен был обклеен нашими постерами. Это было какое-то чудо. Мы обнаружили, что вокруг нас есть люди. От одного к другому в местных нью-йоркских группах люди присылали друг другу плакаты. И все больше и больше людей распечатывали их, выходили на улицы, развешивали их повсюду. И через два дня папка, в которую мы загрузили наши файлы, рухнула, потому что эти файлы скачивали одновременно множество людей. Нам пришлось срочно создать очень организованный веб-сайт, зайдя на который любой человек из любой точки мира мог бы скачать все наши постеры. У нас портреты людей от 9 месяцев до 85 лет. Знаете, у нас есть старики, пережившие Холокост. И это же безумие, что человек, переживший Холокост, который каким-то невероятным образом избежал тогда страшной гибели, теперь, наконец, достиг конца своей жизни, и вместо того, чтобы жить окруженным заботой своей семьи и быть рядом с теми, кто его обнимает, нет, Хамас похищает его. Это так они закончат свою жизнь, пережив Холокост в возрасте 85 лет? Что это за круг такой? А представьте себе 9-месячного ребенка в плену у вооруженного боевика Хамаса где-то в темной комнате. Кто держит его на руках? Младенцев нужно постоянно держать на руках. Им все время нужно тепло человеческого тела. Им все время нужна безопасность. Им нужно материнское молоко. Им нужен кто-то, кто их любит, если они плачут. Им нужно, чтобы кто-то постоянно менял памперсы. Кто в Хамасе заботится о младенцах? А потом люди по всему миру, из разных стран, просто начали нам предлагать помощь в переводе постеров на свои языки. Теперь у нас есть испанский, французский, немецкий, итальянский, голландский, португальский, чешский, венгерский, албанский, шведский, греческий, болгарский, русский, арабский, румынский. И мы постоянно работаем над новыми переводами. Люди присылают нам фотографии и видео с нашими постерами из Австралии, из Китая, со всего мира. С Дальнего Востока, из Южной Африки, отовсюду. Это стало, возможно, крупнейшей вирусной компанией в истории человечества. Это теперь мировой феномен. Это не мы наклеивали, это не мы. Это посажено на клей, а мы используем клеящую ленту. Это сделал кто-то другой. Теперь мы видим не только плакаты на стенах. Люди размещают их на рекламных счетах. Портреты похищенных проецируют даже на огромных зданиях. Знаменитости всего мира делятся ими на своих инстаграм-страницах. Я видела много видео со всего мира, на которых люди срывают наши плакаты. Но мы здесь не для того, чтобы сражаться с ними. Мы не занимаемся политикой. У нас одна цель. Нам нужно немедленно вернуть этих людей. Я здесь не для того, чтобы обучать. Я делаю все возможное, чтобы хорошие люди знали о ситуации. Люди, которые срывают эти плакаты, они не понимают. И сейчас у меня нет ни времени, ни сил образовывать их. Я видел, как эти двое срывали плакаты с лицами похищенных людей. И как один парень не позволил им это сделать. Этот парень просто встал и загородил спиной портрет, не позволив его сорвать. Он закрыл его всем своим телом. Смотри, кто-то повесил здесь наш постер, а потом кто-то другой его сорвал. Но мы повесим новый. Если они срывают, мы повесим обратно. И мы повесим еще больше. Напряженность и динамика сражения, в котором мы сейчас участвуем, это как будто в штабе, на военной базе. Только одно желание есть. Завтра утром я хочу проснуться, и чтобы мой телефон взорвался сообщениями о том, что все они живы и дома. Или, по крайней мере, о том, что они живы. И сейчас ведутся очень и очень интенсивные переговоры. И они очень близки к свободе. И да, это то, чего мы хотим. И это то, чего мы, я верю, добьемся. Еврейское население Нью-Йорка больше, чем в Иерусалиме и в Тель-Авиве вместе взятых. 1 миллион 600 тысяч человек в городе поддерживают еврейские традиции своих предков. Это не означает их автоматической симпатии к Израилю или однозначного отношения к палестинской автономии. До 7 октября их позиции по этому вопросу были достаточно полярны. Арабское население мегаполиса в 4 раза меньше, чуть более 400 тысяч человек. И в позиции по израильско-палестинскому вопросу они, как правило, едины. Нью-Йорк не был бы Нью-Йорком, если бы не дал возможность выговориться и тем, и другим. По городу прокатилась волна протестов, и вот как это было. Мы боремся не только за Израиль, мы боремся за свободу. Мы боремся не только за Израиль, мы боремся за весь свободный мир. Мы боремся за каждую демократию во всем мире против зла, чистого зла, который убивает детей, убивает женщин, убивает стариков, похищает младенцев. Мы не боимся. Мы евреи, и мы гордимся этим. Они никогда не победят. Свет всегда будет побеждать. Палестинский народ должен быть свободным. Палестинцы были оккупированы в течение 75 лет. Их убивали, их сажали в тюрьмы, их вытесняют с их земли в течение 75 лет. И теперь они имеют полное право дать отпор. Полное право дать отпор. Я всем сердцем с палестинским народом по всей Палестине, особенно в Газе. Прямо сейчас, особенно в Газе. Я еврейка, поэтому мое сердце на тысячу процентов с палестинским народом. Мы должны быть вместе. Они никакое не сопротивление. Это терроризм, чистое зло. И мы должны быть на 100% на стороне Израиля. И да, это ужасно, нет слов. Я не могу представить, что творится с теми, кто сейчас находится в Израиле. Поэтому самое меньшее, что мы можем сейчас делать, молиться и быть здесь вместе, чтобы поддержать Израиль. Мы хотим, чтобы наши люди жили. Они заслуживают возможности жить, и поэтому мы здесь. Мы хотим заявить, что они заслуживают свободы. Хватит оккупации. Хватит убивать палестинцев. Хватит оправдывать себя тем, что Хамас сделал то или сделал это. То, что происходит, это происходит из-за оккупации. Я наблюдал в течение последних четырех дней. Я не слышал, чтобы кто-то из тех, кто поддерживает Хамас, признал тот факт, что Хамас вообще не хочет, чтобы Израиль существовал. И я думаю, что это противоречит современному мировоззрению. Противоречит правовым взглядам, противоречит всему. Палестинцы хотят жить. Мы хотим жить. Мы хотим иметь семьи. Мы хотим любить так же, как все остальные. Мы хотим вернуть сострадание людям. Я палестинка. Я из Газы. И это не религиозный вопрос. Это человеческий вопрос. Мы заслуживаем того, чтобы жить. Они отключили воду. Отключили электричество. У меня там семья. Я здесь, чтобы поддержать невинных людей. Людей, которых резали и убивали. И это было бессмысленное. Бессмысленное убийство. Люди, которые митингуют напротив, даже не подозревают, что Хамас, если потребуется, будет использовать каждого из них в качестве живого щита. Они пешки. И они не понимают, что происходит. Более 7 тысяч палестинцев проживают компактной общиной. В Нью-Йоркском районе Бэйридж, Бруклине. Что этот район называют? Палестайн. Маленькая Палестина. Меня зовут Махмуд Касем. Я родился в Иерусалиме, в Палестине. Я переехал в США в 1999 году. Я жил до этого в Восточном Иерусалиме. У меня есть семья в Газе. У меня много родственников в Газе и на Западном берегу, и в Иерусалиме. У меня, слава Богу, большая семья в Палестине. И у меня много родственников здесь тоже. Если я уже в Америке, в Нью-Йорке, и я рожден палестинцем, я могу сказать, что я жил в Израиле. Но я палестинец, и у меня есть право сказать, что я палестинец. Ничего плохого в этом нет. Вы должны понимать, что есть плохие парни с той стороны, и я не скажу, что нет плохих с нашей стороны. Есть негатив с нашей стороны, и есть негатив с их стороны. Но помните, что правда в том, что хорошие люди, и добро с Божьей помощью побеждает. Они скажут свое слово. Закрой себе один глаз, и ты будешь видеть только одну сторону. И это неправильно. Это ни в коем случае не оправдание. Это то, как все видят этот конфликт там в последние 75 лет. Но я повторяю снова и снова. У меня нет никаких проблем. Независимо от того, что происходит, через какие конфликты мы проходим, у меня нет проблем с евреями. Кроме того, могу показать вам мой телефон. У меня есть очень-очень хорошие друзья евреи. И как палестинцы, они знают меня очень хорошо. Первое, что я сделал, когда это произошло, я им позвонил и спросил, как ваша семья там? И мои друзья спросили меня тоже. Так что есть хорошие люди. И мы должны найти способ остановить это кровопролитие. 100 национальностей. Я счастлив, что я приехал сюда жить. Я встретил столько разных людей. И это все, что я могу сказать. Нью-Йоркская полиция сейчас расследует несколько инцидентов, связанных со стычками на почве ненависти. Нервы не выдерживают даже у местных депутатов. За открытое ношение оружия перед пропалестинским митингом была арестована член городского совета от Бруклина. А депутата из Квинса задержали за организацию блокады дома спикера американского сената. В Нью-Йорке и так много поводов для стресса, но с последними новостями держать себя в руках трудно. И может быть в таком случае вам на помощь придет комната гнева, где за 70 долларов в час можно дать волю самым худшим своим эмоциям. Быть нью-йоркцем непросто. Этот город держит себя в тонусе. Здесь много стресса, и люди постоянно подвергаются стрессу. Меня зовут Джеффри. Я владелец The Rage Cage, комнаты гнева. Мы открылись пять лет назад, и вот тут мы и обитаем. Здесь у нас защитные костюмы, чтобы осколки не попали ни в ноги, ни в лицо. Это костюм, покрывающий все тело. Это каски с защитным экраном и наушниками. Это одноразовые перчатки и обыкновенные. Здесь у нас старая техника, которую клиенты разбивают. Старые принтеры, компьютеры, телефоны, факсы. Остатки мы сдаем в переработку. За годы работы комнаты гнева тут были разбиты тысячи компьютеров и факсов. У нас несколько комнат. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Здесь уже готовая убранная комната. Это два стола, где люди разбивают технику. Сюда люди вешают телефоны для музыки или для записи видео. Здесь у нас свод правил, как, например, не разбивать стены и не причинять вред другим участникам. А вот комната после сессии. Я сначала работал в компании, которая устраивала квесты. И я тогда подумал, классно было бы придумать такой бизнес в помещении. Так возникла идея комнаты гнева. Я через неделю взял и уволился. Мне тогда было 27 лет. У меня совсем не было денег. Я открыл кучу кредитных карт. И так начал этот бизнес. Тогда я был молодым и пошел на этот риск. Подумал, если что, просто объявлю о банкротстве. Но сейчас я планирую открыть другие бизнесы. И уже буду просчитывать все риски. И не делать поспешных решений. Когда я открыл комнату гнева, по всей Америке таких мест было меньше 10. Это был как прыжок в неизвестность. Так как идея была очень новая и необычный концепт. Сейчас, спустя 5 лет, таких заведений уже больше 100 в Америке. А в Нью-Йорке около 10. Но мы, конечно же, старожилы. К нам приходят клиенты разных возрастов. К нам приходят и 70-летние люди. Но больше всего нас посещают 20-30-летние. В основном приходят, чтобы развлечься. Потому что это не банальная и интересная активность. Некоторые приходят после стрессового дня. Или какой-то неприятной ситуации. Выпуск гнева имеет очень хороший терапевтический эффект. Даже некоторые терапевты мне говорили. О, я рекомендовал твою комнату моим клиентам. Несколько лет назад один мой друг проходил через тяжелое расставание со своей подружкой. И я ему предложил бесплатно сессию у нас. Он намного себя лучше чувствовал после этого. В начале я и сам активно выпускал гнев здесь. Но сейчас уже не делаю этого. Видимо, весь гнев уже выпустил. Если у вас стресс и случились неприятности на работе, приходите к нам. Выпустите свой гнев. Нью-Йорк город сотен национальностей и десятков конфессий живет по своим. Неписанным правилам толерантности гуманизма. Потому что у города другого варианта просто нет. И поэтому к халяльному ларьку с шаурмой все равно будет выстраиваться очередь возле Рокфеллер-центра. И у Брайан Парка будут продавать нью-йоркские сосиски с восточной музыкой на весь Мидтаун. Ну а бейглы, кныши и пастрами сэндвичи – вот уже сто лет неотъемлемая часть культурно-кулинарного кода города. Артем Байбус решил рассказать о башкинаской кухне, которая сохранилась, пожалуй, только в Большом Яблоке. Для кого-то Нью-Йорк – родоначальник трендов. Многие рестораторы со всего мира приезжают сюда для того, чтобы познакомиться с новыми идеями и веяниями. А для кого-то – настоящий музей. Музей под открытым небом. Привет, я Артем Байбус. И сегодня мы поговорим про кухню ашкенадских евреев и про то, как сильно она повлияла на Нью-Йорк. Музей между 1881 и 1921 годами в Соединенные Штаты из Восточной Европы эмигрировало около 2,5 миллионов евреев. Большинство из них поселились в Нью-Йорке. Нью-Йоркские закусочные когда-то были основой кулинарной сцены Нью-Йорка. Первые деликатессены напоминали немецкие, за исключением того, что там не было ни свинины, ни молока, чтобы соответствовать кашруту. Деликатессены, или как их стали сокращать Нью-Йоркцы Дели, стали еще больше походить на рестораны. Своего максимального успеха они достигли во времена Великой Депрессии, потому что были доступны. К началу 1930-х годов в Нью-Йорке насчитывалось порядка полутора тысяч таких закусочных. Самая старая из них работает до сих пор. В 1888 году семья Лустик открывает еврейскую закусочную в Нижнем Иссайде Манхэттена. В 1902 году они продают свой бизнес братьям Эйсланд. Те переносят закусочную на улицу Ладлоу, а в 1916 году ее под свое управление берут Бенни и Гарри Кац, которые сразу же переназывают ее в Кац Деликатессен и переносят ровно через дорогу, где она стоит и по сей день. Деликатессы Кацца славятся своими гигантскими сэндвичами с пастрами на ржаном хлебе, колбасами и мацца-болл-супом, куриным бульоном с огромной клетской к нейблахом. Сваренная она становится очень вкусной. Кац, открытый 135 лет назад, познакомил горожан с еврейскими рецептами соленого и копченого в специях мяса и остается самым популярным рестораном Нью-Йорка по версии TripAdvisor на протяжении многих лет. А вот кныш, когда-то невероятно популярный ашкенасский перекус, теперь известен не всем, но в Нью-Йорке его найти все еще можно. Кныш – это плотно наполненный толченой картошкой или кашей, творогом или ягодами и фруктами пирог. Еврейские эмигранты привезли их в начале 20 века, и тогда большие сытные кныши стали одним из самых популярных блюд в городе. Первая пекарня кнышей в США открыта в Нью-Йорке в 1910 году и работает до сих пор. Она за моей спиной. Говорят, в нее любил захаживать Лев Троцкий, большой любитель кнышей. Такое ощущение, что ешь кусочек истории. Внутри тонкого теста начинка из картофельного пюре и гречневой каши. Где-то еще попробовать такое практически невозможно. В целом это очень вкусно. И точно необычно. Ашкиназская кухня представлена не только в столетних лавочках. Многие блюда продаются в любом супермаркете Нью-Йорка, который уже нельзя представить без халы плетеного сдобного хлеба, который обычно пекут на шаббат. Паштета из рубленной куриной печени, гефилтефиш, соленые селедки, ладки оладушек из картошки, бабки сладкой сдобы с маком и без цимиса, сладкого овощного рагу, ставшего в русском языке именем нарицательным. Ну и, наконец, бейглы. Бейгельных в Нью-Йорке очень много. Russ & Dotters – одна из самых старых из них. Открыта еще в 1914 году. Для тех, кто не знает или забыл, бейгл – дрожжевая булочка в форме кольца. Тесто сначала варят, буквально полминуты, в подслащенной воде, потом посыпают различными семенами, а затем запекают, что придает булочке плотную текстуру внутри и красивую корочку. Ну что, давайте попробуем классический бейгл с лососем и крем-чизом из Russ & Dotters. Легендарные бейглы из Russ & Dotters считаются одними из самых вкусных в городе. Есть несколько правил. Брать надо обязательно классический, с лососем, крем-чиз надо выбирать с зеленым луком и ни в коем случае не надо тостить, поджаривать бейгл. Этот действительно очень вкусный. Некоторые блюда ашкенасской кухни можно попробовать только в Нью-Йорке. Они законсервированы в старинных дели, как экспонаты в музее. А другие, такие как бейгл, начали ассоциироваться у людей из разных уголков света, именно с Нью-Йорком, и стали одним из его главных символов. Когда случилось то, что случилось, стало без лишних слов ясно, что началась война. Еще одна или та же самая, теперь уже не принципиально, но очень важно найти сейчас правильные слова. Вот, например, нью-йоркский модельер Дайана фон Фюрстенберг их нашла, рассказав историю своей мамы, еврейки из Бельгии. Ее мама прошла свенцем, и это не помешало ей благословить брак дочери еврейки с немецким принцем. Моя мама благословила наш союз, так как никогда не переставала верить в мир, любовь и жизнь. То, что произошло, ужасно. Но меня научили верить в свет, каким бы кропотным он ни был. Ведь именно свет всегда побеждает тебя. Мы надеемся на свет и на скорую встречу в том же городе, но на новом месте. Это проект Нью-Йорк Нью-Йорк.